Краски английского бренда Dualax помогут вам реализовать любые идеи и сделать интерьер по-настоящему вашим. Сейчас я покажу как при помощи красок Dualax сделать кондиционер органичной частью интерьера. Мы демонтировали настенный блок, возможно в вашем случае это не понадобится. Итак, начнем. Для начала разберем кондиционер. Выберем необходимый нам цвет. Для этого воспользуемся колеровочным веером Dualax. В нашем случае мы воспользуемся тем же оттенком, что и на стенах. Называется он старинное серебро. Перед покраской поверхность кондиционера нужно очистить и обезжирить. Для этого можно воспользоваться любым боющим средством, но самое главное чтобы поверхность была сухой и чистой. Следующий этап грунтование поверхности. Для этого используем грунт Dualax Super Grip Primer. Он обладает высокой адгезией к непористым материалам, таким как пластик или стекло, что обеспечивает надежное и долговечное сцепление поверхности с краской. Перед применением грунта его нужно тщательно перемешать. Грунт мы наносим кистью в один слой. Он полностью высохнет через 6 часов. Итак, прошло 6 часов. Теперь мы можем смело приступать к покраске. Для этого мы будем использовать краску на водной основе Dualax Diamond Matte из премиальной линейки Dualax Straight. Краска при нанесении практически не имеет запаха. Технология Diamond обеспечивает покрытие в безупречную красоту и алмазную прочность. Для нанесения краски воспользуемся кисточкой с синтетической щетиной. Тщательно прокрашиваем все элементы, не забывая про труднодоступные места. При необходимости некоторые элементы можно заклеить малярным скотчем. Красить следует два слоя. Время высыхания первого слоя четыре часа. Полное высыхание покрытия шесть часов. Сегодня я вам показал, как при помощи красок Dualax можно покрасить кондиционер. Это прекрасный пример того, как практически любая поверхность, будь то пластик, стекло или капель, может быть преображена при помощи красок Dualax. Желаю вам новых ярких переделок. И помните, для того, чтобы краска бежалась долго, необходимо соблюдать технологию для нанесения.